И более 16 тысяч сотрудников компании Метинвест приняли участие в субботнике. Металлурги устроили между собой соревнования. Кто больше мусора соберет? Только из Янакиева вывезли 65 тонн. Экологические акции станут традиционными для предприятий групп СКМ. В Янакиево наводят порядок. В сквере возле стадиона любимое место отдыха горожан убирают 150 работников металлургического завода. Между ними устроили соревнования. Волонтеров разделили на три команды и распределили по участкам. Бункеровщику доминых печи и Роману помогает дочка Настя. Помогаю. На субботники. На субботники. Отметь инвестор. Отметь инвестор. Ходим сюда отдыхать, купаться. Вот как бы для себя убираем. Кто еще придет поубирать. Рядом с подчиненными трудятся их руководители. Поможем не только государству, себе, душу свою облегчим. Будем говорить так. И долг, будем говорить, гражданский выполним. Вот это я считаю самое главное. Взяли в руки метлу и белые воротнички. Экономист Татьяна Федотова старается не отставать от цеховиков. Работа доставляет всегда удовольствие. Физическая разгрузка, эмоциональная. В итоге соревнования победила дружба и проиграл беспорядок. За два часа работы из сквера вывезли 65 тонн старых бревен и 12 кубометров бытового мусора. В центре Авдеевки метут работники коксохимического завода. На уборку вышло около 300 добровольцев. Это больше, чем рассчитывали организаторы субботника. Поэтому пришлось подвозить инвентарь. Это наш город. Мы его любим. Поэтому чистота города у нас превышает всего. За три часа собрали 40 мешков мусора. Их отвезут на городскую свалку. Лично я вынес ведер 20 только бутылок и пустых пачек от сигарет. Водушевленные результатом субботника на предприятии решили подобные акции чистоты сделать регулярными. Буквально сегодня общались с мэром. Мы нарисовали там уже 5 площадок до майских праздников. Наши структурные подразделения выйдут. И тоже в порядке субботника, в порядке ответственности перед городом они сделают его еще чище. Тысячи мариупольцев приняли участие во всеукраинском субботнике. Взялся за грабли и народный депутат Владимир Бойко. Сегодня по всей Украине, наверное, проходится будет. Наверное, это правильно, потому что как-то может заставить нас самих смотреть за тем, как мы живем и где мы живем. Для того, чтобы приводить в порядок наши территории. Для того, чтобы было приятно, ну, в первую очередь, нашим детям и старикам. Энергично убирает территорию и новый руководитель ММК Юрий Зинченко. Замечательная физическая зарядка, под хорошее настроение. Главное, что от этого будет польза. Хорошая волонтерская акция, которая идет под эгидой «Сделаем Украину чище». И в этом году компания СКМ тоже решила инициировать, чтобы все предприятия, входящие в группу, также поддержали эту замечательную акцию. Около 300 работников ХТЗ сегодня убирали поселок Трубный. Заводчане вычистили территорию вокруг Дворца культуры, спорткомплекса, профилактурия и у пруда Южный. За пару часов горожане собрали мусор почти с 5 гектаров. После долгой зимы давайте уберем наш город, наш общий дом, сделаем его краше и чище. Работники предприятий из группы СКМ сделали чище 71 город Украины. Более 16 тысяч человек вымели улицы, по которым ходят на работу и парки, где отдыхают семьями. Сотрудники главного офиса СКМ сегодня озеленяли центр Донецка, высадили десятки саженцев, туи, клёна и ели. «Самое главное – это возможность сделать свой город немножко лучше. Для СКМ это один из таких краеугольных камней. Для нас очень важно, чтобы и компания в целом, и каждый её сотрудник делал вклад. Мне кажется, что «Субботник» – это не только хороший волонтерский проект, это не только возможность принять участие в чём-то по-настоящему важном, и самое главное – ты быстро видишь результат своими руками. Это возможность провести время со своими коллегами и с семьей вместе». В СКМ намерены не останавливаться только на одной всеукраинской экологической акции. Такие субботники сделают регулярными во всех городах, где работают предприятия группы. Станислав Мирошниченко, Сергей Изленко, Сергей Чакрыгин. Телеканал «Донбасс».